В продолжении мы находим отрывок из этого документа, в котором сказано, что банковская система закончит своё существование 21 июля 2020-го, в том виде, в котором мы её знали до этой даты. Грядёт финансовый переворот, глобальная валютная перезагрузка. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Сегодня у меня для вас крайне интересное видео. Я расскажу вам, почему 21 июля 2020-го года будет чуть ли не самой важной датой финансовой истории. Я дам вам ещё больше информации о том, что грядёт не только 21 июля, но и в октябре-ноябре этого года. Потенциальная смена руководства ФРС на Джуди Шелтон, о чём я уже снимал видео. Если вы его не видели, ссылку оставлю в описании. А также встреча наций Брикс. Эти два события тоже произойдут 21 июля. И я нашёл ещё два решающих финансовых события в этот день. Оставлю их на десерт. Но сначала давайте посмотрим на SWIFT и ISO-222. Переход на этот стандарт навсегда изменит соблюдение санкций странами, на которые они были наложены. Помните, что есть одна из самых больших причин, почему люди ищут способ оторваться от традиционной системы SWIFT. Она заключается в том, что американский доллар фактически был превращён в оружие Соединённых Штатов. Как раз таки с помощью системы SWIFT платежей. Экономики целых стран были изувечены санкциями. Поверьте мне, мир устал от этого. И прямо на наших глазах мы видим разработку финансового сдвига. Но большинство людей на планете этого даже не замечают. Стандарт ISO-222 выходит за рамки старых инструментов. Форматов обмена электронными финансовыми сообщениями, протоколами и стандартами. Которые были созданы десятки лет назад на основе местных законов и не предназначены для глобальной системы. Место этих устаревших технологий ISO-222 представляет общую платформу для отправки сообщений трансграничных платежей. Устанавливает гибкую инфраструктуру, облегчает обмен информацией и согласовывает старые и новые технологии. Цель нового стандарта – объединить мировое финансовое сообщество в единое целое и устранить барьеры, которые это усложняют. Такое объединение не является обязательным, но те, которые не действуют прямо сейчас, рискуют остаться вне новых международных платежных систем. Япония, Швейцария, материковый Китай и Индия уже живут по новому стандарту ISO-222. В Японии есть SBI Group. Швейцария – это банковская столица мира. Китай находится на финальной стадии разработки цифровой валюты, так же как и Япония. А банки Индии прямо сегодня внедряют последнюю версию децентрализованного инструмента Ripple XCurrent 4.0. Все вышесказанное я должен выделить жирным шрифтом. Это очень важные события, которые ведут нас в новое будущее. Основные центральные клиринговые центры и сам SWIFT также планируют переходить на новые стандарты, начиная с 2021 года. Но, скорее всего, это произойдет еще раньше. Еврозона, Канада и Великобритания планируют в следующие 4 года перевести 80% международных платежей на ISO-222. Напомню, итальянские банки уже сейчас готовы тестировать цифровой евро. Новый стандарт позволит также изменить понимание санкций, которые так любят заокеанские товарищи. ИСО-222 предоставит более подробную информацию об участниках платежного процесса, что ускорит платежи, повысит прозрачность и поможет проверять санкции и предотвращать финансовые преступления. Это означает, что вместо санкционирования целой экономики под санкции будут попадать только финансовые преступления. Это именно тот фактор, который делает переход на новый стандарт важнейшим за последние 30 лет. Друзья, поверьте мне, все страны на планете хотят этого больше всего, особенно те, которые пострадали от санкций. Они ищут альтернативу гегемонии доллара США и доминирования системы SWIFT, которые позволяют штатам давить целые экономики. Добро пожаловать в начало нового финансового века, потому что наступление его уже не предотвратить. Наоборот, с каждым новым днем он приближается все быстрее. Информация, которая подтверждает это, с каждым днем все больше. И в этом видео я покажу вам кое-что еще куда более интересное. Прямо перед вами документация, которую я обязан опубликовать, потому что я уверен, многие даже не представляют, что было запланировано. И что из этого плана уже воплощается прямо сейчас. Это план программы ранней адаптации грядущего финансового переворота. Главная цель запустить систему к концу 2020-го. Да, вы не ослышались, это вот прямо на носу. Далее продвижение системы с помощью, например, отзывов пользователей о преимуществах нового стандарта для ликвидности, торговли, ценных бумаг и так далее. Также отстаивать преимущества этой системы путем сотрудничества с поставщиками денежных услуг, которые будут помогать в реализации и продвижении новой системы на рынок. Если мы поизучаем эти документы еще, мы найдем информацию о сроках разработки новой системы. Как мы видим, она была разделена на две фазы. Фазу номер один я пропущу, потому что она уже закончилась приблизительно в феврале 2020-го. Сейчас мы находимся уже в фазе номер два, заключительной фазе. Цель фазы номер два – подготовить тест, протестировать и запустить. Как мы видим на инфографике, запуститься система должна приблизительно в ноябре этого года. В этот период уже проходят идентификация тестовых случаев, подготовка внутренней среды для тестирования и обучения, организация тестовых групп людей и вариантов использования системы, а также объединение усилий и передового опыта. Все это будет происходить прямо сейчас и до ноября этого года. Мы видим, что месяца полтора назад они уже были готовы к двухсторонним тестированиям. А уже сейчас, ближе к августу 2020-го, мы видим, что они уже готовы к запуску. Запомните фразу «двухстороннее тестирование». Вот что нашел Кевин Кейдж на сайте Ripple. Цитата. «Опыт двухсторонних платежей является одним из самых фундаментальных в глобальных платежах, особенно на развивающихся рынках. Это очень важная цитата, которая позволяет нам сложить пазл. И это только еще один кирпичик. Таких кирпичиков еще много. Давайте я покажу вам еще один, ведь мы должны оставаться бдительными в преддверии 21 июля. Осталось так мало времени, но так много всего должно произойти». Друзья, это официальный федеральный реестр правительства США. Документ. Называется «Денежные переводы в соответствии с законом об электронных переводах правила Е». В резюме написано «Закон об электронном переводе средств с поправками, внесенными законом Дода Франко о реформе и защите прав потребителей на Уолл-стрит». Этот закон устанавливает определенные меры защиты для потребителей, отправляющих международные платежи. Бюро вносит поправки в положение Е, чтобы обеспечить соблюдение правил, по которым учреждениям позволяется раскрывать только примерные, а не точные суммы для потребителей. И самое главное, это исключение истекает 21 июля 2020 года. В продолжении мы находим отрывок из этого документа, в котором сказано, что банковская система закончит свое существование 21 июля 2020, в том виде, в котором мы ее знали до этой даты. Грядет финансовый переворот, глобальная валютная перезагрузка. Цитата. Растущие криптовалютные компании, такие как Ripple, которые предлагают и платформу для трансграничных платежей, и цифровую валюту, могут быть использованы для установления нового цифрового порядка. Бюро также верит, что широкое внедрение стандарта платежей SwiftGPI или набора продуктов от Ripple может позволить банкам и кредитным организациям узнать точную окончательную сумму, которую получат получатели перевода еще до отправки этого перевода. Это магическая дата 21 июля. Она везде. Мы видели, что они пишут об XRP в официальных документах бюро. 21 июля. Возможно, это самая важная дата не только в финансовом мире, но и в истории Ripple XRP. Но это не означает, что токен взлетит как сумасшедший прямо в этот день. Но это означает, что Ripple прямо сейчас переделывает настоящее в будущее. 21 июля также пройдет саммит стран БРИКС и ШОС, который в мае был перенесен из-за пандемии. Это значит, что мы увидим и окончательное обновление по статусу Джуди Шелтон в качестве кандидатуры на руководящий пост ФРС США. Потенциально она имеет большие шансы на это. И что это еще значит? Это значит, что мы увидим и весь этот коллектив очень важных фигур, которые будут обсуждать цифровой доллар. 21 июля 2020 года это событие будет транслироваться в прямом эфире. Это обсуждение очень повлияет на будущее доллара США, цифровых валют, Ripple XRP и новой финансовой системы. Ну и на наше будущее, на наше с вами будущее. Это тоже очень важное событие. Поэтому 21 июля 2020 года, пожалуй, самая важная дата в новейшей истории финансов. А меня зовут Богатейший Ди, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. И не забудь поставить лайк. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!